Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 5 сентября, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфяна, глава 7, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, отчистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. «Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, приизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешился о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так, что я еще более обрадовался. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем отрывок из второго послания апостола Павла Коринфянам, и здесь есть некая предыстория. Чтобы понять этот отрывок, нужно сказать, что предшествовало вообще началу переписки между Коринфянами и апостолом Павлом. Дело в том, что апостол Павел узнал о том, что в Коринфе произошли большие перемены. Там наметился большой кризис, который апостол Павел своими письмами и пытается потушить этот пожар сомнений, пожар критики, внутренних настроений. И в таком состоянии он пребывал в Труаде и на самом деле не находил себе там места, как мы сегодня говорим, как это принято сегодня выражать, внутреннее смятение. И хотя там, в Труаде, как апостол Павел пишет, ему была открыта дверь для проповеди, для миссии, он не смог удержаться и пошел навстречу Титу, которого он послал для того, чтобы узнать, как происходит все в Коринфе. Он написал туда письмо. И когда не выдержал, уже пошел в Труаде, он встретился с Титом, который шел от Коринфян где-то в Македонии. И Тит принес ему благие вести о том, что Коринфяне услышали его. Когда он предыдущий перед этими событиями пришел к ним ненадолго, увидел всю эту ситуацию, вынужден был уйти в Труаду. И вот пошел уже в Македонию навстречу Титу. И Тит его обрадовал, что они вняли его словам. И он пишет о том, что они должны вместить апостола Павла. Он пишет о том, что он никого не обижал, он не искал корысти. И на самом деле апостол Павел понимает, что в некоторых моментах жизни необходимо прибегать к крайним мерам, к крайнему внушению. Быть может, резкому достаточно и в каких-то местах грубому, но для него это тоже тягостно. И он прибегнул к такому призыву. Он написал такое довольно резкое письмо с довольно жесткими дисциплинарными требованиями, которые коринфяне исполнили. И описывая свое состояние до того, как он встретился с Титом, до того, как он узнал, как коринфяне относятся к его дисциплинарным требованиям, как они отнесутся к его, скажем, такой резкости. Он пишет, «Плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». И далее он пишет, «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, который рассказал им в Македонии, собственно, о том, что коринфяне услышали. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, то не жалею, хотя и пожалел было. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, то есть его задача не была привести их в какое-то удрученное состояние. Его цель написания послания, первого послания к коринфянам, была совсем иная, чем просто указать им на то, что они неправы, и упиваться своей правотой, своей справедливостью. Не это была основная цель апостола Павла, не защитить свое внутреннее достоинство, а прежде всего направить их и указать им на ошибки, которые они, увидя, исправляли бы и действительно бы восстановили ту кризисную ситуацию, которая произошла в коринфской общине. И апостол Павел радуется, радуется не их печаль, а радуется плодам этой печали. И вот о плодах этой печали апостол Павел и говорит, о плодах вообще печали, говорит в 10 стихе, что он, апостол Павел, разделяет на две части, печаль о Боге и печаль о мире. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Это 10 стих. И это две разные печали. Печаль о Боге – это печаль после обличения. То есть это осознание своей греховности, это осознание своей ошибки. И никогда признание себя неправым не приносит человеку какой-то радости, но оно приносит человеку прежде всего трезвость, трезвый взгляд на самого себя, свои поступки, то дело, которое ты делаешь неправильно, и тебе указали на твою ошибку. Да, это неприятно, это никому не бывает приятно, но осознание этого, глубинное понимание своей ошибки приводит к исправлению этой ошибки, приводит к тому, что человек начинает задумываться, он перестает жить, как это принято говорить, в розовых очках, что все прекрасно, и он прекрасный специалист или прекрасный христианин. Это и на самом деле и есть истинный путь покаяния. Как говорят святые отцы, покаяние – это покаяться, значит увидеть себя глазами Бога во всей своей неприглядности и честно встать перед самим собой, перед самим собой настоящим. И апостол Павел показал коринфян как бы в зеркале их истинное отражение, не то, что они себе придумали, а то, чем они являлись на тот момент. И эта печаль ради Бога, она произвела действование ко спасению, она привела к покаянию, привела к изменению, прежде всего, образа жизни и образа мыслей. Есть иного рода печали, печаль мирская. Это печаль не от того, что я поступаю неправильно, а печаль от того, что меня обличили и вскрыли эту мою неправильность. Это печаль от обнародования неправого пути. Это печаль не потому, что я делаю плохо, а печаль потому, что узнали, что я делаю плохо. И эта печаль не ведет к изменению, она ведет к унынию, к отчаянию, к саможелению излишнему и другим, скажем так, к духовным патологиям, которые приводят человека в раздражение, гневливость и так далее, и так далее. И в итоге ожесточает сердце человека. И, конечно же, это приводит, может привести и к духовной смерти, и к смерти физической, когда человек достигает внутреннего отчаяния. Итак, будем стремиться подражать Господу и воспринимать адекватно критику в свой адрес, дабы в нас зарождалась печаль по Боге, а не мирская печаль. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое при высшем небес. Субтитры подогнал «Симон»